короче про собаку а да мне еще понравилось когда я жалуюсь на еду мне все говорят слушать а чё сложно приготовить а я вот думаю как вы думаете мне где готовить на кровати в ванной или в душевой вот как бы ну что с каким вкусом чипс вот привет пукета вот пукету большой привет я бы с удовольствием было слушать я не знаю что это за вкус мейн кам краб роз какая-то хрень намешано тут все вообще подряд самарской области тоже большой привет короче я иду сидит собачка лежит точнее не докапываетесь до макияжа пожалуйста не красиво себя ведете макияж очень красивый просто цвета нихрена нет макияж очень красивый короче иду идет лежит собачка и у собачки на шее привязан вы в моих stories можете увидеть привязана какая-то бутылка банка что ли я даже не поняла что это такое вообще привязана к шее не так жалко ее стало я стою не понимаю как не подойти как это все с нее содрать в итоге я там с тайцами разговаривал еще с кем-то там мальчик остановился тоже какой-то американец в итоге проезжают мои парни ну с кем мы работаем вместе группа не у вас есть какие-нибудь ножницы что-то вообще чтобы отрезать с нее потому что у нее такая веревка огромная просто на шея я бы у вас есть что-то чтобы помочь собаке ну конечно есть ксен сейчас все сделаем они достали ножницы в итоге мы подошли к этой собаки но она дикая вот там еще 2 собак но рядом собаки и упугали она в итоге очень дико начала слайд рычать мы купили пошли купили печенье еще что-то пытались ее конечно умаслить но никак вот и короче не вышло ничего не получилось в итоге она также с этим ужасным просто на шее с этим баулом привет из казахстана казахстану тоже большой привет из кыргызстана что с губами что с ноздрями что с мейком пошли все это так привет салтая шлю огромный привет ой как давно я не была на алтай очень хочется если насекомые в новом отеле нет в новом отеле уже таких проблем с насекомыми нет слава богу но все равно вот эти я продолжаю с вами сижу разговариваю продолжаю чесаться потому что до сих пор эти штуки до конца у меня конечно не прошли но тот отель просто отвратительный там конечно существовать было невозможно потому что там просто ужас там короче называется санфлай такие мошки ты их не замечаешь ты можешь просто посидеть на пляже потом они проявляются через день через два и потом ты встаешь все обкусаны причем они кусают не всем у меня вон полгруппы вообще ходят нормальный солнечной армении тоже большой привет расскажите про учебу свою ой ребят не наступайте на больное учеба вот только что закончила учиться тоже мне кажется это просто длиной вечность это учеба совмещать конечно тяжело привет из нью-йорка боже как круто нью-йорк вот там я точно не было огромное количество времени очень красиво очень сильная спасибо вам абхазии тоже туркменистану ребят как вас много салават приморье а потом этот глюк останется будет казаться что постоянно что-то ползает да тут идешь лягушки есть домой возвращалась лягушки вчера ехали на мотоцикле она на мотороллере змею переехали причем она дальше поползла вообще ничего собачки так и не получилось снять банку нет 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 вот я сижу рассказываю что к сожалению не получилось и финляндии тоже большой привет и парижу позже у меня тут весь мир ребятки не задавайте мне вопросов по поводу войны что я думаю и так далее я вообще не понимаю тему этих черных квадратов в инстаграме всего остального вот на мой взгляд слова поддержки они должны в другом выражаться не знаю в помощи финансовой какой-то моральный до писать это бессмысленно это вызывает или выражать свое мнение это вызывает только негатив поэтому вы с этой темой пожалуйста меня не трогайте я не хочу не каким образом вообще это как-либо комментировать я могу это обсудить со своими друзьями со своими близкими и на этом картинка все давайте вот это вот не устраивает тут ась ась я сегодня тебе уже нажаловалась да баку тоже где будете встречать новый год на новый год большие планы я полечу в тай вы не поверите это поездка была запланирована очень давно но я плечу в свое любимое место пукет но я не буду отмечать сам новый год там короче я поняла что отмечать новый год за границей это чистый провал каждый раз мне так не хватает вот я прошлый новый год праздновала в таиланде я поняла что мне очень не хватает вот этой атмосферы когда снег за окном когда суета новогодняя да эти московские пробки конечно вы бешевают адски конечно это тяжело и невыносимо но так или иначе когда ты сидишь в жарком таиланде да в красивом платье там макияж все но нич чего не заменит эту атмосферу нового года в россии никогда и ничего я считаю что лучший новый год в россии бой курантов владимир владимирович вещает нарезают оливье какая-то суета по телевизору идет ирония судьбы ли с легким паром именно оригинальная настоящая самая крутая версия да и ты можешь бесконечно каждый год смотреть этот фильм и каждый раз эту атмосферу ничем не заменить поэтому я считаю что новый год там а дальше уже здравствуйте как вас встретила команда съемочная группа очень хорошо все встретили ощущение что родные вот уже полпути пройдено чуть меньше чем полпути но тем не менее команда очень клево у меня вообще нету ощущения что как-то мне вот сложно мне очень хорошо мне очень нравится проект я в него влилась я считаю и уже вы там посмотрите свою цену скажете но мне кажется что я как рыба в воде здесь но не думаешь ты так это что значит это про что это точно дома самый лучший новый год да согласна скорее бы новый год семьдесят четыре дня осталось до нового года ребят это вообще ничего вы сейчас глазом не успеете моргнуть и уже я согласна с вами дома лучше кино оливье пашу да не говорите мне ничего про иду ксения как забыть бывшего на психолога денег нет но сейчас есть огромное количество книг которые можно почитать поговорить со своими близкими я не знаю нужно обязательно забывать потому что чем дольше вы будете находиться в прошлом тем сложнее вам будет дальше поэтому конечно от этого надо избавляться как скоро вы домой ребятушки не скоро в середине ноября я только домой приеду мои форме по не боитесь всю эту жирность змей лягушек пауков я не боюсь лягушек не боюсь пауков но конечно если откроешь глаза у паука сидит у тебя на лице конечно это будет не сильно приятно вот так вот знаете вот есть у людей такие реакции на насекомых когда у них аж не знаю там пальцы на ногах скручиваются мне нет такой реакции я спокойно к этому отношусь но я ненавижу крыс вот этого я очень боюсь а мне рассказывали что был какой-то последний герой в африке что ли он был короче когда просыпались участники а у них на груди крыса сидели и вот это я и я не знаю я бы умерла прям там сколько сейчас у вас времени 2053 непривычно смотреть сторис без тэй маруси я с вами полностью согласна до когда будут показывать последний герой 28 октября первая серия так что обязательно смотрите в какой стране нравится больше всего отдыхать больше всего мне нравится в дубай там хорошо очень мне нравится тай но не тот тай в котором я сейчас то я может быть разный очень мне нравится что еще люблю очень люблю турцию очень люблю в европе в италии отдыхать собственно говоря все но америка конечно тоже классно нет не сразу согласилась стать ведущей будами а будами привет вам кстати в абу-даби ни разу не было я нигде не отдыхаю я сейчас работаю какие воспитанные дети вас ксения спасибо огромное я была в покуда мне там очень понравилось свет падает не очень вы на себя не похожи ребятушки ну что я могу сделать вот скажите пожалуйста ну вам не пофигу но здесь такой свет здесь огромное помещение света хорошего нет ничего страшного как переживите что что там прям крокодил что ли получился что вы так нервничать и по поводу моей внешности объясните пожалуйста что за что с вами что за переживание по поводу моим вот так вот лучшему так вам привычнее ну что вы красавица как всегда красотка хотите еще деток хочу конечно дети это прекрасно привет из баку а тай где вам нравится больше отдыхать я люблю самуи и пукет привет из дагестана дагестану тоже большой привет все никак я до вас не доеду простите меня пожалуйста как-нибудь конечно это сделаю давайте может быть на какую-то тему интересной даже индонезия индонезия это хорошо я тот человек который не умеет сидеть на месте вообще я такая счастливая потому что послезавтра мне дали выходной я плечу в бангкок я такая радостная вы не просто себе не представляете как я хочу сменить геолокацию потому что сидеть нам на одном месте для меня уже невыносимо просто я не могу пьешь алкоголь любимый напиток смотрите никакую аскезу по алкоголе я не брала то есть хочу пью хочу не пью а не пью практически но может быть бокальчик красного с друзьями редко-редко нет считайте если спрашивать пью или не пью не пью я считаю в каком проекте хотели бы поучаствовать или быть ведущей ребят даже не знаю но мне многие проекты интересным которые бы я с радостью нет ни одна плечу в бангкок полечу своей помощницей куришь нет не курю уже очень давно уже больше двух лет не курю бывает ли токсичная дружба укаешь бывают до холодной россии матушка я видела что погода у вас там не очень а как правильно говорит с алтайского края или из алтайского края вопрос в тему или не в тему я так и не поняла сейчас секунду вопрос не в тему хотели бы вы в будущем работать психологом после окончания обучения или это чисто для себя нет это не чисто для себя я хотела бы в дальнейшем возможно обернуть это в профессию тиволью тиволью ведерти вы считаете себя сильной женщиной мне кажется что да тут как бы сложно поспорить недавно только посмотрела черную любовь я не могла отойти несколько дней от концовки поверьте я не могла отойти несколько месяцев от от концовки чем занимаются доченьки ты их у опять пошла на гимнастику я ее отправила она теперь занимается не художественной гимнастикой маруси занимается танцами у маруси больше 10 уроков в день она заканчивает в 5 пол шестого уроки начинаются в 9 утра ты и уроки начинаются в 9 утра заканчиваются где-то в 3 30 то есть девочки очень сильно заняты очень я смотрю сейчас запретный плод офигительный сериал очень мне нравится я в параллель конечно успеваю посмотрите всякие русские сериалы качаю себя вот от америки что-то вообще отказалась никакие американские не смотрю но турецкие особенно после учебы когда три часа психологии загружают полностью твой мозг потом включая запретный плод и все и мне прям полегче станет марусь и занимается у мигеля про танцы но не лично у него имеется ввиду в его школе что за тени и помады надо спрашивать у медишки я не знаю что за тени и помада каждый раз разная поверьте мне очень много косметики она мне каждый раз горит не покупайте не покупайте я каждый раз когда лечу в европу или в дубай я накупаю большое количество косметики про уходы за кожей я постоянно выставляю свои соц сетях давайте не посвящать этому эфир несколько дней до я плакала плакала а на это про сериал сериал ворон я не смотрела нет расскажите про последний герой ребяточки к сожалению но могу сказать только одно очень крутой проект и я рада здесь находиться но какой-то информации делиться не могу потому что сами понимаете но могу сказать одно порой участники конечно не понимают куда они попадают не ощущение иногда что они думают что они приезжают сюда на курорт здесь как бы не самые конечно такие оптимальные условия здесь реально надо выживать я не смотрела на особый проект последний герой до этого но могу сказать что вот каждый кто участвовал но для меня эти люди вызывают огромное уважение потому что это действительно очень сложно и решиться на такое очень сложно мне кажется это нужно такой храбростью и силы воли обладать я не представляю чтобы вот так вот спать на со всеми моими там паническими атаками даст моей тревожностью ну правда сейчас их нет слава богу но все равно мне кажется я бы не смогла это очень тяжело димочка привет дорогой боже я тебя сто лет не слышала привет мой хороший дима я только недавно просматривала участие в ледниковом периоде как нам классно было какое было клевое время ребят я отказываюсь участвовать в такого рода шоу типа всякие там на выживание потому что но мне это не интересно смотрите объясню почему во первых это реалити формат реалити мною знаком очень хорошо ну не хочу я там сидеть внутри кого-то обсуждать для того что там был интересен ты должен вести себя определенным образом да я так не хочу не хочу перемывать никому кости плести плести интриги какие-то нет все не интересно потом но реально как бы я могу себя повредить зачем мне это надо на тот же самом ледниковом как бы я упала да и это был такой но не самый лучший не самый приятный момент и поэтому эти молодая уже была не молода поэтому когда мне было 25 я вот готова была во всем этом участвовать а сейчас нафига мне это надо недавно видела вас во сне не кстати сейчас вот по психологии сны изучая в том числе интересно кстати каждый должен заниматься своим делом ну совершенно верно ну конечно потому что ну какой смысл делать то что тебе не близко я вот ради чего ради пиара мне кажется я тот человек который не нуждается в пиаре нету мне депрессии никогда не было погода у нас замечательно нет вот этой жары сумасшедший дух а то есть влажность повышенная но при этом нормально знаете 28 градусов ощущается конечно больше вот я сегодня стояла на съемках была жара как только значит начался конкурс слава богу появились тучки иногда даже капает дождь поэтому в этом плане очень удобно но вообще на жаре тяжело конечно снимать перелет 9 часов верю в гороскопы да конечно вы что конечно верю я прям вот сто процентов уверена что у определенных знаков зодиака я даже иногда угадываю спокойно попадаю в десятку присушит и вот этот знак зодиака да потому что определенные черты характера очень характерны там скорпионом тем же самым там не знаю раком близнецам рыбам то есть это прям видно ташкенту большой привет где смотрите гороскопы ой да я не знаю уже мне кажется давно нигде не смотрела спасибо большое спасибо а что это за шоу натальная карта первый раз такое слышу так и знал что про скорпиона скажется ну потому что реально скорпион это диагноз правда ой да он там дистан спикин инглиш ну ребят мой инглиш вам точно не понравится ой нет это знаете вот я сейчас не буду забирать хлеб у тех кто делает гороскопы и сидите рассказывать про определенные знаки зодиака и такое few moments later и такая близнецы у меня дочь кстати близнецы маруся ой просто у нее действительно очень хороший характер у маруся ночь покладистая но конечно вот это вот перемена настроение не просто это действительно два человека живет в одном два абсолютно разных абсолютно разных и вот это просто прослеживается у близнецов у весов у рыб в том числе да вот вот эти когда шатает до весы близнецы рыбы вот когда вот ощущение что два человека марк привет привет дорогой как приятно что ты заскочил к нам на огонек мы тут гороскопа обсуждаем кстати марк напиши кто ты по гороскопу я вот не знаю просто марк бартон появился здесь вот я его увидела натальная карта очень крутая программа сидит скептик дмитрий и олеся до вина привет дорогая рыба да точно два человека но я просил привет марк привет сужья точно могу сказать и водолей водолей мне нравится меня баб галя водолей а ты лев но можно было не спрашивать конечно лев это очевидно нет я не скорпион у меня мама скорпион карина моя близкая подруга скорпион оля орлова скорпион но я на улю каждый раз смотрю она мне вообще нет у нее конечно есть скорпионе повадки но типичный скорпион все-таки он другой не знаю может быть воли тщательно скрывает скорпионы очень тяжелые люди очень-очень что мужчина что женщины неважно это прям вот диагноз вот и мою маму конечно все очень любит и я тоже ее люблю но человек с очень непростым характером это просто целая история оле кошечка привет моя птичка как ты вы так и не приехали в дагестан ребят я согласна каюсь тельцы оле кош ты вообще моя душа ну что же я могу плохого сказать нет тельцы кстати нормальный вообще жиль женщины от тельцы они такие тоже очень клевые свои нравные но много про деньги такие меркантильные девочки как правило женщины все мы решили все-таки в гороскоп уйти до ребят я смотрю подписчики сразу прибавились то есть все вот это вот я глоба или как вот на давай поженимся как звали василиса василиса вот может быть мне сесть шаром раки что женщина что мужчина очень обидчивая очень обидчивая просто невероятно обидчивая то есть с ними прям надо аккуратно потому что если обиделся блять все ничего с этим не сделаешь это точно козерог тоже свои нравные упертые если что решил не переубедить так же как овнов очень тяжело очень тяжело дева женщина тоже обидчивые хорошие но обидчивые мне нравится ребят про стрельцов вообще практически ничего не знаю честно прям вот единственный знак зодиака загадка стрельцы не знаю вот не знаю даже что сказать согласна ну вот я же вам говорю но раки такие правда нет они будут терпеть 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 но потом все вот обидится и с этим ничего не сделаешь скорпионы очень любят рыб это я с вами согласна мужики близнецы это отдельный диагноз просто правда это человек который я не знаю вот инопланетный гость летит издалека ты никогда не знаешь что в башке это невероятные перемены настроения все время это просто очень тяжелый характер и вот если вам повстречался мужик близнец девочки лучше сто раз подумайте конечно потому что это прям вот но на мой взгляд это это тяжелый знак для семьи для всего этого человек который выдает такое исполнять что ты не поймешь вообще чего человека в голове оля привет моя хорошая я тут про тебя рассказывала что ты не типичный скорпион у нас понимаешь вот только я успела сказать что мы не будем обсуждать гороскопы в итоге весь мой эфир посвящен тем что мы обсуждаем значит гороскопы бежать от близнецов ну ребят понятно что вот это же не значит что теперь никто не должен быть с близнецами я тебя тоже очень люблю моя рыбка очень скучаю вы сегодня без меня там собрались на обед я вас тихо ненавидела в душе конечно абсолютно точно водолеи классные но водолеи очень долго мужики решаются на брак очень они такие туда не не затянуть гуляки частенько вот но не все они все бывают исключения но частенько такие они вот любят быть центре внимания такие все знаете вот душа компании вот но все что касается быта семьи значит вот они очень если там уже решаются то как бы все но при этом как бы тяжело их туда затащить свободолюбивые водолей совершенно верно это сто процентов сто процентов у всех с близнецами проблемы ну потому что это реально день диагноз как аскорпион так близнецы пишут но весы мне кажется классные мужики должны быть мне никогда не было я не знаю мне сложно сказать но мне кажется как бы мужики весы они но нормальные такие краса не мужики которые достигают свои цели если поставили такие бизнесмены бизнесмены большинстве своем вы так верно говорите про знаки я же говорю ребят сейчас в психологии уйду будем астрологии заниматься да да муж весы все супер но не стабильные нормальные нет весы они конечно с переменным настроение у них часто меняется но тем не менее они вот адеквата ши правда ириша моя привет ир завтра никакой тренировки все два дня подряд потренировались мне уже по